Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда Артем. И сегодня в обзоре JSM сигнализация от компании Телеметрика под названием Opera JSM. Обычно сигнализации стоят достаточно дорого, да и устанавливать их сложно. Часто приходится прибегать к услугам грамотных мастеров. Слово JSM тут не случайно. Сигнализация сможет отправлять тревожный сигнал на ваш номер телефона в случае проникновения на охраняемый периметр. Так что если вам нужна достаточно простая и недорогая охранная система, то можно обратить свое внимание на этот класс устройств. Сигнализация поставляется в компактной упаковке, на которой изображен состав комплекта и краткий список всех возможностей системы. Гарантия на систему 1 год. А на обратной стороне коробки можно увидеть уже полный список возможностей системы. Как вы видите этот список очень обширный. Поддерживается большой список проводных и беспроводных датчиков, которые можно объединять в группы для размещения в том или ином помещении. Чтобы например понимать в какой конкретно комнате сработал датчик. Про зонные датчики я расскажу уже чуть дальше по ходу обзора. 10 зон беспроводных датчиков могут содержать по 10 датчиков в каждой зоне. Так что в теории к одной охранной системе можно подключить 160 датчиков. Также поддерживаются 3 зоны проводных датчиков. Плюс можно добавить до 5 номеров оповещения, на которые будут приходить эсэмэски о срабатывании сигнализации и о статусе тех или иных функций. Наконец-то заглянем в коробку и посмотрим на комплектацию. В комплекте подробнейшая инструкция пользователя на русском языке. Обязательно изучите ее, чтобы понять как настраивается охранная система. Далее в коробке находится сама база, которая и управляет всеми датчиками. База очень похожа на какой-нибудь роутер. На лицевой стороне располагаются светодиодные индикаторы режимов работы системы. А на обратной стороне находится колодка подключения проводных датчиков. Помните, что контакты нужно считать именно в таком положении базы. Девятый и десятый контакт находятся ближе к гнезду питания. А первый контакт расположен уже на стороне разъема под антенну. Кроме этого, на корпусе расположено гнездо питания для комплектного 12 вольтового блока питания. И кнопка RESET для сброса всех настроек по умолчанию и удаления всех датчиков из памяти системы. Следом расположен переключатель для активации встроенного в базу аккумулятора. Так что в случае отключения электроэнергии, база сможет автономно работать на протяжении 12 часов. Главное установить переключатель в положение ON. И далее находится резьба под сменную антенну, которая и будет принимать и отправлять радиосигналы от подключенных датчиков и данные по GSM на ваш номер телефона. На дне базы располагается гнездо для установки полноразмерной сим карты любого оператора. Единственно нужно отключить проверку пин кода на сим карте перед тем как установить ее в базу. Карта легко вставляется и вынимается, так что проблем с установкой не возникнет. Можно также закрепить базу на стене, для этого предусмотрены монтажные отверстия. Теперь пришло время прикрутить антенну. Антенна может вращаться по кругу для установки более удобного положения. А это красный колпачок, который прикрывал резьбу антенны. Теперь он нам больше не понадобится. Откладываем его в сторону. Далее в комплекте присутствуют два брелка для управления охранной системой, когда вы находитесь рядом с ней. Сверху находятся кнопки постановки на охрану и снятия с охраны. Кнопка с колокольчиком отвечает за режим тревоги, когда вы стали свидетелем попыток проникновения на охраняемый периметр. Нажимаете на эту кнопку, включится сирена, которая своим очень громким шумом потенциально сможет отпугнуть нежелательного гостя. Сирена находится в комплекте и последняя кнопка в виде молнии отвечает за сопряжение брелков самой базы. А вот и точно такой же второй брелок, все функции аналогичны первому и брелки можно удобно навесить на ключи. Также в комплекте находится беспроводной инфракрасный датчик, он отслеживает движения. База поддерживает достаточно большой перечень датчиков. Как правило, все распространенные датчики работают на частоте 433 МГц. Именно с этой частотой и работает база Opera JSM. Обязательно прочтите комплектную инструкцию к датчику. Требования к установке датчика и его настройки исчерпывающе описаны в этой самой инструкции. Далее в комплекте присутствует проводная сирена. На обратной стороне находится специальный клеящий слой для удобной установки на стену. Также в комплекте два магнитных датчика открытия двери или окна для поверхности сделанных не из металла. В комплекте сам датчик и магнит. Соответственно при размыкании система определит что окно было открыто либо дверь. Вот такой богатый комплект мы получаем прямо из коробки, а нужные дополнительные датчики всегда можно будет докупить. Теперь пришло время разобраться как же работает система и как подключаются и работают датчики. Все датчики питаются у нас от определенных элементов питания. Рекомендую батарейки заменить на что-то более качественное, чтобы ваши датчики работали дольше. Это как раз датчики открытия-закрытия окна. Они очень легко разбираются. Здесь непосредственно сам элемент. Крышечка выглядит вот так. Вот так она просто закрепляется. И здесь есть перемычки, которые позволят выбирать зону подключения датчика. Но об этом чуточку позже. Это датчик инфракрасный. Давайте также его откроем. Внутри у нас крона, так называемый тампер, кнопка которая препятствует несанкционированному открытию корпуса. Далее сам датчик его трогать не рекомендуется. Та же колодка для определения зоны датчика, выносная антенна. Есть еще небольшой джампер для включения и отключения этого светодиода и джампер на срабатывание. По датчику выглядит он вот так. Открывается также легко и удобно. Сюда вставляется крона просто-напросто. И все это прекрасно работает. Здесь также есть зона перемычек и еще одна перемычка, которая отвечает за дальность действия. По умолчанию установлено на 100 метров. Это 4,7 м здесь отметочка. Сейчас покажу. Как же узнать то, что батарейка в датчике уже садится? Например, на датчике, который отслеживает открытие окна либо двери, будет гореть красный светодиод, как сейчас. В этом случае батарейку нужно поменять. Если мы говорим про датчик дыма, то раз в 40 секунд он будет пищать, издавать звук. Это значит, что батарейка села и пора ее уже заменить. Меняется она очень просто. Это обычная крона. В случае с инфракрасным датчиком вот этот светодиод будет гореть постоянно. Но не нужно проверять заряд аккумулятора, вернее батареи, при открытой крышке, потому что кнопка тампера сейчас отжата, поэтому светодиод ложно будет гореть. Вот если непосредственно, когда у нас, сейчас я закрою крышку, когда у нас при закрытом корпусе светодиод постоянно горит, несмотря на то, что нет движения, значит батарейка села. Вот сейчас вы увидели, как датчик фиксирует движение. Светодиод горит, когда движения нет, он гаснет. Также у меня есть вот такая тревожная кнопка, которая позволяет запустить сигнализацию. Тревожный режим. Точно такая же функция есть на брелках. Как же добавить датчики? На самом деле все очень просто. Включаете базу и в течение 20 секунд база находится в режиме поиска сети. При этом красный светодиод сигнал будет мигать соответственно красным цветом. В это же время вы берете любой из датчиков и активируете их. Начнем с брелков. Просто нажмите на кнопку с молнией и при этом все датчики и брелки будут добавлены последовательно. То есть в первую зону, во вторую зону и так далее. То же самое касается и любых других датчиков. В случае с датчиком открытия двери окна, просто поднесите магнит. Датчик сработает и система запомнит и добавит его. В случае инфракрасного датчика делайте так, чтобы он зафиксировал движение. Я просто провожу ладонью и загорается красный светодиод фиксации движения. А на датчике дыма есть специальная кнопка тест. Когда вы ее нажмете, датчик пропищит и добавится в систему. То есть все датчики добавляются путем их активации. Как я и говорил, в этом случае все датчики будут добавлены последовательно. Первая зона, вторая зона, третья зона и так далее. Таким образом можно добавить до 16 датчиков. По умолчанию, однако, доступны только пять беспроводных зон. Остальные зоны отключены. Дополнительные зоны могут вам понадобиться при подключении дополнительных датчиков. В этом случае зоны нужно активировать с помощью специальной смс команды. Она сейчас будет на экране. Не забудьте добавить в систему так называемые тревожные номера, на которые будут приходить смски в случае срабатывания тех или иных датчиков. Также есть еще и так называемый специальный номер, который позволит послушать, что же происходит в охраняемом помещении. Потому что в сигнализацию встроен микрофон. Opera GSM вам позвонит и вы все услышите. И все смски есть в инструкции, а также вы можете базовыми параметрами управлять с помощью приложения на смартфоне под iOS либо Android. Там также можно много чего делать. Если же вы хотите разделить датчики по определенным зонам, например, у вас три датчика под зоной номер один, под номером зоны номер один, четыре датчика в зоне номер два, пять датчиков в зоне номер три и так далее. И соответственно датчики эти разместить в разных помещениях, то здесь нужно будет во всех датчиках расположить одинаково вот эти вот перемычки. Они должны быть уникальны для каждой зоны, то есть их комбинация. Так вот, сейчас у меня здесь датчики, которые отвечают за охрану дверей и окон, то есть датчики открытия-закрытия окна либо двери. Далее инфракрасный датчик и датчик дыма. Вот сейчас все перемычки на этих датчиках расположены одинаковым образом. Это значит, что они будут в одной зоне. Тут, однако, стоит помнить, что есть обозначения H и L. H это, соответственно, вверх и далее буквенное обозначение от A0 до D0. Вот, например, здесь, соответственно, они одинаковым образом расположены, а вот здесь на инфракрасном датчике вы видите, что они расположены в обратную сторону зеркально. Здесь просто отметки немножко другие. H наверху и здесь у нас не D начинается, а наоборот, маркировка с буквы А. И располагаются они вот таким вот образом. Но это точно так же, как и здесь, только зеркально, так сказать. И здесь на датчике дыма вот таким вот образом. Точно так же, как и здесь. Все. Далее стандартно добавляем эти датчики способом, о котором я уже говорил. И все эти датчики будут в одной зоне. При этом, когда датчик подключается к базе, база вам покажет то, что датчик сейчас послал сигнал и был подключен. Она моргнет светодиодами, вы это увидите. Когда база находится не в режиме охраны, то светодиод сигнал будет гореть зеленым цветом. Если вы поставили систему на охрану, то лампочка будет мигать. При этом вы можете подключить к базе проводную сирену, которая идет в комплекте. Черный провод вы вставляете в десятый контакт, а красный в девятый контакт. Напомню, что контакты считается от разъема питания. Также у меня есть дополнительный датчик. Это внешняя сирена, которая устанавливается на улицу. Там есть небольшой беспроводной модуль, есть свой пульт управления, свой брелок, свой блок питания, но связывается она уже с базой по беспроводу. На обратной стороне, кстати, также есть тампер, который препятствует снятию сирены каким-либо несанкционированным лицом. Так что если вам нужна именно уличная сирена большая, то присмотритесь именно к этому дополнительному датчику. Кстати, кроме, например, каких-либо сирен, к задней колодке можно подключать и какие-либо реле, потому что там поддерживается релейный выход, так называемый. А это реле уже может управлять, например, открытием какой-либо двери. То есть достаточно много механизмов можем подключить к Opera GSM. Чтобы сбросить все настройки по умолчанию и все датчики из базы удалить из памяти базы, просто возьмите базу, зажмите чем-нибудь кнопку перезагрузки, отключите питание. У меня сейчас она питается от аккумулятора. Вот я нажал, далее включая питание, держу буквально три секунды и все настройки сброшены. Вот так просто. В итоге мы получаем недорогую GSM сигнализацию. Стоимость ее 6400 рублей. При этом в комплекте уже есть достаточное количество датчиков, плюс то, что нужно, вы можете докупить. Также достаточно легко этот комплект настраивается, устанавливается. И если вам не нужна какая-то сложная охранная система, если вы не предъявляете супер какой-то требовательности к охране какого-либо периметра, то можно обратить свое внимание на вот такой класс устройств GSM сигнализаций и в частности на телеметрика Opera GSM. По ссылочке ниже в описании ролика вы сможете посмотреть полное описание сигнализации, опять же ее технические характеристики и дополнительный комплект датчиков там также найти. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, оставляйте комментарии, делитесь роликом и до встречи в следующих видео. Пока-пока!